Приветствую вас, уважаемые любители закусить. Если вы сварили вот картошечки в мундирах, взяли водочки пшенной, налили. Ну, ваше здоровье. Выпили и понимаете, что что-то уже просто картошка в мундирах как-то на закусь вам не идет. Тогда можно сделать прекраснейшее итальянское блюдо нёки, при том картофельные. Берем картошку, предварительно сваренную в мундирах, чистим её. Почистил картошку и теперь её надо подавить. Подавил, посолить и добавляю яйцо. Ну, в моем случае яйца, поскольку у меня тут картошки было сырой полтора килограмма, поэтому надо яйца полтора. Ну, полтора яйца я же не разделю, поэтому возьму два. Хуже не будет. И продолжаем это дело перемешивать. И перемешав хорошенечко картошку с яйцом, надо добавлять муку. Вопрос в том, сколько муки надо. Зависеть это будет от картошки. То есть, сколько там в ней воды, крахмала. Придется это угадывать на глаз. Ну, конечно, вы видели, я написал, сколько у меня пошло муки в моем случае. Добавлять её надо не всю, а так, по чуть-чуть. Подмешивать, подмешивать и смотреть, пока картошка чуть-чуть не загуснет, станет похожее слегка на тесто. И когда тесто замешано и достигло такой консистенции, что его можно лепить, берем кусочек и лепим. Притрушиваем чуть-чуть мукой, вот здесь поверхность, чтобы не прилипала. И теперь с этой колбасы делаете форму, такая, как вам нравится. А мне нравится, а так, по-быстрому. Притрушить мукой, чтобы не слиплась. Перемешать. И в сторону. Итак, пока всё картофельное тесто не будет расходовано. Вот он, последний мой шарик картофельно-мучного теста. Ну, и как вы понимаете, это же не что иное, как итальянские ленивые вареники. Просто у нас все в детстве едят ленивые вареники из теста и творога, а итальянцы придумали ленивые вареники, и назвали их нётьки, из муки и картошки. И последний штрих обваливаю мукой, чтобы не слиплась хорошенечко. Фобия слепания у меня. И вот он, результат моей работы. Что, думаете, это всё? Не, сейчас я вам покажу, куда делись остальные. Вот, полка из морозильной камеры. Берёт пергаментную бумагу, застилаем, раскладываем. Ещё один этаж застилаем, раскладываем. И таким образом, если вы приготовили много, а так случилось, что вечером вы водил в ночистве, то это можно оставить, по мере необходимости. Варить и есть, есть и варить. Зашёл кто-нибудь, а тут сразу нётьки готовые. Тот, кто зашёл и офигеет. Ну, а теперь, как же их варить? Варить их легко и просто, в воде. Но, есть маленький нюанс. Надо, чтобы было много воды и мало вот этих вот штучек, потому что они могут слипнуться, или развалиться, или развариться. Поэтому, надо либо брать большое ведро и много варить, либо в небольшой кастрюльке, махонькую порцию. Вода закипела, вываливаем и жду, пока всплывут. Как всплывут, ну, тут в зависимости от того, насколько плотные они у вас получились. Если такие нежные и мягенькие, то только всплыли и сразу вылавливаете. А если, вот как у меня, они такие довольно плотненькие, то можно 2-3 минуты поварить. Ну и вот мои нётьки готовы. Можно теперь налить пшёной водочки и закусить. А главное, что делается всё легко, просто, быстро. Как я сказал, можно в морозилке заморозить, потом брать сколько надо, каждый раз, как хочется выпить. Варить опять-таки очень быстро. Поставили воду, закипело, как вскипело, кинули туда сколько надо, всплыли, максимум одну-две минуты поварить и вынимать. А то могут развариться. Ну и при приготовлении, конечно, чем меньше вы муки получите, сможете положить туда, тем они будут нежнее, мягче. Ну давайте пробовать, а то что ж, всё ж ради этого дела и готовилось ваше здоровье. Ммм, прекрасно. Картофельные ленивые вареники. Вкус картошки, тесто. Что тут рассказывать? Можно сыром посыпать, можно сметаной положить. Так что, хороший продукт, попробуйте, приготовьте, а заодно подпишитесь на канал, сделайте себе самогоночки, приготовите нюкки и будет вам счастье. Всем пока.